Начало встречи, как и львиная часть первого тайма, осталось за волжанами. Хозяева больше владели мячом, больше времени проводили на половине поля соперника и чаще атаковали. Вот только воплотить территориальное преимущество в забитые мячи не удалось. Был и проход Дениса Рахманова, удару чуть не хватило точности. Был и мощный удар Гирюгова, с которым справился галкипер Иртыша. У Амичей, в свою очередь, были два острых момента с участием Андрея Разборова. В первом случае его удар отбил Климович, а во втором эпизоде оборона «Волги» прозевала капитана Амичей, и этого оказалось достаточно. 38-я минута, 0-1, и «Волга» уже в статусе догоняющего. По игре могу сказать, что команда неплохо выглядела, но нам не хватило сегодня, как вам сказать, таких своевременных замен. Но на это есть и объективные причины. У «Волги» же с заменами все получилось как нельзя лучше. Во втором тайме, что называется, сыграли именно замены. Белал Белалов уступил свое место Герману Паскину. Вместо Азнаура Гирюгова на поле вышел Евгений Воронин. Ислама Аль Султанова заменил Джамал Дебергаджиев. Эта троица и соорудила первый гол желто-черных. Воронин навесил, Паскин грамотно сыграл, а Дебергаджиев поставил точку. А вскоре Джамал прекрасно разобрался в ситуации после прострела с фланга. Волевые победы, такие как сегодня, они закаляют коллектив, делают его сильнее. И показывают истинную силу, на что способна команда. Мы можем и переломить, и ускорить игру, и увеличить темп, если это необходимо. Но вопрос психологии. Это надо делать с первых минут, это надо делать с самого начала. Итоговый счет 2-1. Волжане положили в свою копилку столь необходимые три очка. И теперь с 12 баллами в активе делят третью строчку турнирной таблицы с Муромом и Чайкой. Следующим матчем Ульяновская Волга завершит первый игровой круг. 9 сентября желто-черные отправятся на выезд, где сыграют против футбольного клуба «Краснодар-2».